В прошлом году руководство Hyundai Motor посчитало, что компании будет полезно заиметь еще одну сборочную площадку. В итоге корейская сторона приобрела бывший завод General Motors, что расположен в Санкт-Петербурге. Это производство рассчитано на ежегодный выпуск 98 тысяч автомобилей. При этом площадка по выпуску Chevrolet и Opelie была законсервирована больше пяти лет назад, когда боссы GM резко задумали увезти народные модели из России. Заводом интересовались многие, включая даже белорусскую компанию Unison. Но до финала дошла только российская дочка Hyundai. Чтобы потом взять паузу, до сегодняшнего момента оставалось совершенно неясным, какие модели получат новую прописку. Больше загадок нет. Напомним, что между Hyundai и Минпромторгом заключен специальный инвестиционный контракт. Этот документ гарантирует автопроизводителю стабильность ведения бизнеса, но взамен требует глубокой локализации выпускаемых машин. А теперь стороны дополнили контракт отдельным соглашением, благодаря которому мы наконец узнали, какие модели будут выпускаться на мощностях бывшего GM-овского завода. Это кроссоверы Hyundai Tucson и Kia Sportage, а также Hyundai Polysafe. Сейчас сборкой этих машин занимается калининградский завод «Автоторг», который продолжит выполнять свою работу до 2023 года. Добавим, что другой петербургский завод Hyundai, где делают Rio, Creta и Solaris, работает на пределе. Между тем, «Автоторг» готовится начать выпуск автомобилей различного класса на электрической тяге и компонентов для них, как гласит официальное сообщение компании. Но конкретные марки и модели пока не называются. Партнером калининградских автопромышленников выступит компания «Ренера», дочка «Росатома». Притом стороны амбициозно планируют собрать первую партию батарейной техники не позднее 2023 года. Можно предположить, что «Автоторг» освоит производство электрических корейцев Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, Genesis GV60. Ведь эти модели, как ранее сообщали представители компании, как раз должны выйти на отечественный рынок через год-два. Впрочем, не исключено, что на конвейер встанет нечто совершенно иное. Кроме того, в рамках договора стороны запустят предприятие по производству литиево-ионных ячеек и систем накопления энергии. Его уже строят в городе Неман Калининградской области.